друзья привет спасибо что смотрите мой канал спасибо что ставите лайки спасибо что каменты пишите про то что вам интересно смотреть и про те идеи которые вас интересуют сегодня речь пойдет о том как заработать деньги на стаках на стаке и по-русски это акции как на фондовой бирже можно заработать денег но я сразу забегаю вперед и вам скажу что на стаках денег не заработаешь в америке никак сколько людей золотело на кого не знаете кто-то около вас вы знаете кто золотил на этих деньгах все только пиздят никто никто не вкладывался в amazon никто не вкладывался microsoft как только они открывались те которые люди вкладывались то те которые на эти компании работали им как бы давали эти стаки бесплатно вообще то есть ты приходишь на компании работать если я сейчас пойду на google работать у меня например компенсация будет там тысяч двести до плюс 50 тысяч долларов стаками не будут давать общими почему это видео сделал я сразу говорю что на стаках и не заработать деньги ну никак для чего это видео смотреть чтобы по не понимали как заработать действительно деньги на на фондовой бирже на я могу только говорить с американской стороны на американской фондовой бирже я не знаю что там россии происходит я вам сразу говорю что забудьте про стаки ну не до конца сейчас вам расскажу некоторые нюансы не надо не стоит трейдят стаки на стаковой все равно не сколотите бабосы не заработать миллион на стаках стайки это вложение в акции это дело можно сказать прибыльная ну опять же давайте я приду к тому моменту что у меня есть экономическое образование американское у меня есть диплом экономиста я как-нибудь засниму свой диплом свои дипломы во-первых экономика я вам скажу ребята это это не наука это говно полное это ты изучаешь историю того что как было и что как возможно будет что тебе дает экономическое образование ровным счетом ничего она просто разрабатывает твою интуицию по поводу будет ли жопа в будущем или не будет жопа в будущем чем чем сейчас сейчас дело вот почему я говорю что вам что вы на стаках ни хрена не заработаете денег никогда потому что я уже 16 лет я как программист я у меня опять же у меня в основном бизнеса я бизнесом занимаюсь но у меня всегда на мониторе открыты стаки я всегда их смотрю что там как потому что это мои деньги я всегда пытаюсь ими куда-то туда-сюда купить и просто быть экономистом это недостаточно надо еще быть политиком надо знать где кто к чего куда где у власти придет или кто есть у власти и что как будет в будущем я этого не осознавал когда я учился думал политика это отдельно экономика это отдельно оказалось политика бизнес и экономика они вот так вот связаны вместе и когда ты лошкан полный молодой ты не понимаешь что надо знать все что творится вокруг тебя надо знать что какие войны где чего и как начинаются и как это будет на определенные компании давить где там например самолет упал в одном месте это значит все стаки упали на дельту на american airlines на все если что-то где-то что-то вот и всегда на этом пытаешься денег заработать в основном деньги зарабатываются на всяких на войнах на самолеты падают когда до самые большие деньги ну вы скажете так почему в стаке то тут причем опять же вам говорю есть у вас там все десять двадцать тридцать тысяч долларов даже не суть и стать и это не для вас это вы вы просто зря время потратите будет очень много энергии потрачено очень много сил вы посидеть и вот если так посмотреть вот здесь ну а к тому что не суйтесь в стаке потому что может вы 100 вложите ну может быть вы поднимете там сто сто двадцать сто тридцать у вас будет 10 20 30 процентов выхлоп с этих стаков вы можете потерять ну окей самый первый давайте блять делу перейду самое первое что если вы вложили деньги в стаке и если ваш стак упал на восемь процентов от той суммы которая при обложили вы 100 он у вас упал до девяносто двух тысяч до продавайте все на хрен ликвидируйте эту позицию не ждите не ждите что он у вас все вернется обратно обычно ни у кого никогда не возвращается и это самое первое правило которое которым я всегда следовал хотя если я даже верил в компанию даже если ее люблю любил всем сердцем то вот это правило мне спасло меня спасало очень много-много-много-много-много раз и единственно когда этим не воспользоваться это было в этом году когда я лежал при смерти и мне не до стаков было мне не до компьютера было не мне не до телефона было я потерял где-то тысяч сорок вот буквально на стаках из-за того что я про про болел этот момент так что если вы больной если вы не можете следить за своим портфолио портфолио это список что у вас есть то он то даже не связывайтесь таками если вы как только вы чувствуете заболеваете сразу все на хрен продавать и ждите пока вы выздоровеете нужен первый урок такой если вы вкладываетесь таки восемь процентов запомните не теряете 8 процентов все продавать и не надо ждать дальше дальше второй нюанс когда люди говорят байло стал хайп то есть купите низинки потом продайте как подороже этот будет так сколько я не трейдов за 16 лет все это херня ребята не за этот микрофон записал или нет все это без по-русски без bullcrap перевести да вы не можете вы как бы вы не хотели найти когда стак совсем внизу будет и потом когда он на самом верху вы каким бы вы крутым не были вот я всегда считался самым крутым блин таким программистом чтобы нет блин все знаю ну ни хера не знаю ребята все равно в стаках вы ни хрена не не вы не сможете ощутить тот момент когда вот он низинки этот стак а потом он вышел поднялся вы продали его наверху перед тем как он начал падать ни хрена не получится что у меня получалось это то что я находил стаки которые делают не ухайс не ухайс это например стак вчера стоил 55 а сегодня он стоит 56 и это новый рекордная цена для этого стака то есть он немножко вот так вот поднимается вот график да его вот он стал 40 42 43 44 45 46 47 48 вот именно на деньги делать тогда когда вот он на самой высоте когда вы смотрит на него на высоте до купите его и дальше проедьте пока волна идет как только он будет чуточку падать сразу на хрен продавать и потому что он может чуть-чуть упасть он может вообще вот так вот обрухнуть упасть вот когда вам какой-то чмо говорит на интернете ничему а чувак что вот он поднялся за 7 месяцев миллион долларов заработал это я могу очень объяснить как просто можно заработать миллион долларов на на бирже и ну вы также его можете просрать за два часа я вам расскажу как я просрал хренову тучу денег в общем по поводу стаков ребята не суйтесь потому что вы выхлопа с них большого не поимеете чем чем больше ты долгов набираешь тем больше вероятно что инфляция тебе поможет в жизни и если ты страна который набираешь хренову тучу долгов здесь это самый большой должник например в мире да то те всех выгоднее орать что у тебя никого инфляции нету но потихонечку делать там 20 25 процентов инфляцию в год так в америке чтобы инфляция у тебя не забирала день есть таки акции и если вы вспомните например вторую мировую войну да например или первую даже вот были инфляции например германии да но кто из этих инфляции выиграл всех больше денег всех больше денег выиграли акционеры компании типа мистер 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 шмидт мистер шмидт остальные которые что-то чего-то где-то производили почему потому что они денег набирали в долг они покупали оборудование заводы всю хрень это были акционерное общество когда война когда инфляция такая боже никому ничего не должен но у тебя это все осталось это все твое это твои акции намного больше стоят сейчас чем они стоили тогда и вот именно чтобы сохранить деньги чтобы сохранить твои деньги которые ты уже заработал вот именно те люди почему вся америка вкладывает в стайке или mutual фанды mutual фанды это набор стаков ты можешь определить куда ты хочешь примерно индустрию куда-то вложить денежки там есть набор из 20 30 стаков что есть один о банкротстве другие может немножко поднимутся но для меня мне кажется mutual фанс это просто наибол с полной ты опять же не так не такой а пор потеншал но больше downward потеншал в общем чтобы защитить свои 20-30 тысяч долларов от инфляции дам вы можете вложить стаки и куда я вкладываю я вкладываю в компании которые всех больше должны то есть не обязательно компании делает много денег но эта компания которая должна всех больше кому-то вот например почему ford поднялся очень сильно потому что они набрали хренову тучу денег под очень низкий процент под нулевой процент у государства или chevrolet это был там не вроде ford и не всем все должны но так как процент 0 они особо могут долго не париться не выплачивать ничего инфляция хрен знает какая машины сейчас подросли в америке ащи в цене просто стали атомных денег стоит вообще ними на ровном месте непонятно из-за чего но я вам объясню почему но все это из-за нулевых процентов поставки в стайке вкладываю чтобы денег заработать вы нихрена не заработаете сто процентов гарантирую можете попробовать можете посидеть можете на жопе волосы порвать можете развести со своей женой потому что будете спорить куда вы просрали все деньги но если вы игрок например если вы любите автоматы казино там все хрень то конечно играйте на стакках потому что там хоть есть какой-то шанс выиграть в казино я не знаю что то из вас играет и вы выигрываете хренову тучу денег но за неделю и за две недели после после выборов всегда падение стакок происходит так что на это можно заработать я вам сейчас расскажу как люди вообще деньги зарабатывают на стаках в америке так что во первых мой вам совет самое главное несутесь в стаке и и это единственное что есть у вас очень много денег и и вам надо их как-то сохранить то стаки это один из способов сохранить деньги при инфляции и даже это мне кажется работать даже в россии потому что даже вот газпром например ушел вниз вроде бы да из-за нефти или северсталь да но стаки то все равно поднялись в российских рублях эти заводы стали больше стоить то есть акции эти как как вы посмотрите как во вторую мировую добылась таки всегда растут при инфляции и стаки это то что сохранит вам бабос в итоге в америке опять же люди это все помнят они все помнят вторую мировую войну я еще лошпен несет 34 года я не так помню всю историю только могу вспомнить все что было там 98 99 2000 года потом тысячи первый год я помню конечно очень хорошо сентябрь 11 это пиздец так по стакам ударила но там все кто смогли сует подсветиться они заработали денег на этом трейдеры я имею виду вот так как же можно заработать деньги на ста как вы скажете я вам говорю что никак это раз вы можете попробовать там но в америке у нас есть единственное место где я делаю деньги где можно заработать деньги и не потерять очень много это называется options trading options как опция options trading в переводе на русский option это просто говоря страховка вот смотрите да приду пример сейчас акция стоит 100 долларов у тебя всего 100 долларов и ты можешь купить эту акцию за 100 долларов да и подержать ее недельку она может вырастить там до 110 но это лучший вариант давай скажем так и вот она выросла до 110 ты ее продал и ты наварил 10 процентов со своих 100 долларов так она может также упасть до 90 долларов и ты можешь потерять свои 10 долларов но ты все потерял 10 процентов что такое option trading option это страховка на стак например если у тебя если так стоит 100 долларов то на него есть страховочка на неделю дается например страховочка может даваться на две недели на 10 дней на один день на 5 дней на 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 год на два вперед есть такие обшины которые на год на два мне кажется даже я не помню если там больше но вроде бы два года это предел на страховка на на стак и что это значит это значит что сегодня стак стоит 100 долларов например да и ты хочешь купить страховку на него типа у тебя сейчас как бы денег нету и ты хочешь купить страховку что типа я через неделю соберу денег и я куплю этот стак за 100 но у меня сейчас денег нету вдруг он наверх пойдет страховка это стоит всего доллар на неделю например ну это грубый вариант и опять же говорю зависим из какой стак зависимости на на большинство стаках есть страховки на большинство стаках идет options так в общем вот смотрите как страховка работает стак сток стоит 100 долларов да сам сток а страховка на него стоит на неделю доллар грубо говоря доллар если через неделю этот стак стоит 110 долларов то что ты делаешь эту страховку продаешь который ты за доллар купил а и получаешь обратно 10 долларов на вар то есть доллар все вложил а получаешь обратно вар 10 долларов то есть на вложенный доллар ты получил 10 это считаете уже тысячи процентов возвраты за неделю или например если у тебя все было 100 долларов скажем да чем покупать одну одну акцию за 100 долларов и потом продать его за 10 ты можешь купить 100 страховок по доллару и продать их когда цена стака будет 110 и получить обратно 1000 долларов то есть со 100 долларов ты можешь заработать 1000 долларов и это называется страховка на повышение то есть это ты покупаешь call option c-a-l-l ты купил call option call options опять же может то угодно покупать и не знаю если можно из россии покупать американские call options но я думаю что все все могут то если вы форекс стрелять это можно все купить а есть еще страховка на понижение например ты думаешь что так что-то дорого стоит блин блин думаешь вдруг он вниз пойдет и страховка на понижение тоже стоит этот доллар и например скажем стак стоит 100 долларов через неделю он стоит 90 долларов и ты купил за когда стак стоил 100 долларов ты купил 100 страховок по доллару на понижение это называется put option и you t option put option банка put option и когда ты купил put option это значит что при падении 10 долларов то есть ты вложил например 100 долларов ты купил 100 100 страховок на на этот стак что она он вниз пойдет и 100 страховок на стак они тебе сделают тоже 1000 долларов например так со 100 до 90 идет а называется put options так вот что я вам скажу за 16 лет трейдинга на бирже я понял что со стаками связываться лучше не надо но если ты хочешь заработать денег надо всегда трейдать колы колы никого option и и хрень или в том что когда ты трейдаешь call options когда ты например знаешь что ты веришь что компания будет идти наверх она будет идти наверх ты все время эти call option покупаешь покупаешь и те какой-то возврат обратно капает то есть ты вложил 100 долларов и обратно 500 ты вложил еще эти 500 и обратно 1000 ты вложил еще ты именно страховку покупаешь понимаешь ну а как ты можешь эту страховку просрать например ты купил страховку что типа стак пойдет наверх он вниз ушел и тогда ты просираешь свои вот этот доллар который за страховку ты заплатил ты просто как бы ничего не делаешь то есть так стоил 100 ты купил страховку на него за доллар стак ушел вниз и ты эту страховку как бы профукал а если страховка если стак пошел наверх то эту страховочку купил это стак был 100 наверх так ушел ты получил денежки обратно то есть ты ты прибыль получаешь это именно то ребята как как вы можете делать деньги но я лет пять вот так вот трейдом на на те компании которые я знал что они будут повышаться да я все время мог выбрать такую компанию у меня не было как бы денег особо скажем так трейдить вкладывать какую-то компанию хреновую тучу там например если у тебя всего 10 тысяч долларов до трейдиться то лучше вложить скажем тысячу долларов одного община купить тысячу долларов другогоël на купить еще 1000 другого потому что у тебя бы были будет в сотни сотни раз больше чем если он тебя будет выхлоп например с есть это стаки вложил но ты должен готов ты должен готов быть что если этот стак напрямо придет другую сторону а то есть стороны куда ты выложил например все ты колы покупаешь есть такого покупаешь ты думаешь, что стак падет наверх, ты покупаешь колы. Если ты думаешь, что стак падет на вниз, ты покупаешь пут. И как бы я ни трейдил, ребята, я все равно видел, что выхлоп-то есть с коллапшенов, но что-то не так, что-то не так. И у меня оказалось, один клиент был супер профессиональный трейдер, он мульти-мульти-мультимиллионер, он один из моих первых клиентов. Я говорю ему, слушай, посоветуй, что с моей теорией не так? Он говорит, ты просто лашпен, чувак, сколько можно на стаках трейдить, ты лашпен, сколько можно колы трейдить, ты тоже лашпен, ты это все мне заработаешь. Ты никогда так не заработаешь хренову тучу денег. Я говорю, что не так? Он говорит, он мне сказал одну простую хрень, которую я запомнил на всю оставшуюся жизнь. Я вам это сейчас говорю мне. Опять же, значит, ребята, как мне сказал этот трейдер, Я сам до этого тоже как бы доходил, но цены на акции, вот запомните этот момент, цены на акции падают намного быстрее, чем они поднимаются. Вы скажете, что за хуйня он только что сказал. Но я хочу пояснить, вот смотрите, вы покупаете страховку на неделю, да, страховка на неделю на повышение, страховка на неделю на понижение, она стоит одинаково, доллар туда, доллар сюда. Если вы думаете, что так будет подниматься, вы как бы за страховку заплатили доллар, и вот вы ждете, пока он там поднимется там 3, 4, 5 долларов, и получили эту разницу 5 долларов себе, да, в карман. А если он не сошел, ну тогда вы просрали доллар, потом вы опять думаете, вот он сейчас поднимется, он поднимется, вот хоп, он там поднялся на 3, 4, 5 долларов, а потом вы опять чуточку денежек собрали. И вот так вот я, блин, лет 5 трейдил, и я так, у меня был выхлоп какой-то, я до сих пор так трейду некоторые стаки, которые я думаю, что вот они должны, например, там где-то если война какая-то разворачивается, то я сразу покупаю стаки тех компаний, которые продают оружие, например, которые делают оружие, там какой-нибудь Northam Gunman или Boeing, или все-все-все-все-все, что связано с оружием, я сразу call-call-call option, где-то война, значит надо покупать, блин, call options. И почему война? Война потому что бизнес, нам людям надо деньги делать, понимаете? Наверх call option стоит доллар, страховка, когда повышение идет, и на низ она тоже доллар стоит. Но вы когда-нибудь видели, чтобы стак вот так вот уходил наверх, вот тут прямо вот так вот? Наверное, никто особо не видел, я не помню, чтобы вот так вот было дела. Но вы когда-нибудь видели, чтобы стак вот так вот просто нырял? Это все время, эта херня вот так вот случается все долбанное время. Вот, так что смотрите, к чему я? Вот если стак здесь стоит, да, и вы думаете он вниз полетит, то покупайте, вы только можете деньги, реальные деньги зарабатываются, когда падение происходит, когда стаки падают. То есть, например, ты за доллар купил страховку на понижение, ты пуд купил, а вот он начал падать, 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 и он может вообще вот так вот упасть. И смотрите, если стак стоит 100 долларов, и ты на неделю страховку купил за доллар, а он упал за неделю до 50, бывает акции падают до 50, они бывают до 10 падают, то с доллара ты поимел 50 долларов за неделю, или 90, или 95. Ну, максимум ты можешь поиметь вот цену стака, то есть, ты за доллар купил ее на понижение, эту акцию, этот, блин, страховку, вот она падает, и ты получаешь эту разницу. То есть, ты можешь в десятки, в двадцатки, в тридцать, в сорок раз за день можешь подняться, ты можешь за час подняться. Просто мультимиллионеры, все трейдеры, мультимиллионеры, которые, они все только играют на одной фишке. И эта фишка, это покупать путы на понижение. Они не играют, они, ну, типа, такие, как я, которые, когда все хорошо, например, в мире, да, ты пытаешься что-то тут, если ты фуллтайм трейдер, тебе больше делал нехера, ты чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть пытаешься заработать, да. Но если ты хочешь срубить по-крупному, то ты вообще не лезешь ни в какие маркеты, ты всегда только покупаешь путы на понижение. И чтобы эти путы на понижение работали, некоторые из вас скажут, ты, чувак, не знаешь, чем ты говоришь, там, типа, колы, пут, это, это right to buy, то есть, право на куплю, право на продажу. И, ребята, блин, я знаю, о чем я говорю, я в этой херне всю свою жизнь в этом говне плаваю. Я просто пытаюсь с русского, с английского на русский перевести, чтобы русским людям было понятно, что такое колы, что такое путы, чтобы... Потому что right to buy, право на покупку, или right to sell, право на продажу. Давайте я вам объясню получше, то есть, как эти... Я вам просто говорю, как страховку, чтобы объяснить человеку, у которого нет финансового образования, скажем. Значит, как это устроено? Что такое пут? Это right to sell. Через неделю, через месяц, скажем, через год. В общем, ты можешь закупить, например, за доллар, право продать этот стак за 100 долларов через неделю. Вот это и называется option. То есть, право продать за 100 долларов стак через неделю. Это не означает, что ты должен... Это не означает, что когда он дошел до 10 долларов, да, вот он упал, что ты должен его за 10 купить и тут же за 100 перепродать. Это все делается автоматически за тебя. Тебя никто не заставляет за 10 долларов. Тебе просто разницу дают, и все. Но технически, как это говорится, это тебе продается право продать за 100 долларов вот эту акцию. То есть, ты купил страховку, ну, put option за доллар, да. Вот она пошла вниз. В общем, за 100 долларов ты ее купил, она пошла до 50 долларов. Тебе не обязательно иметь деньги на руках, чтобы купить ее за 50 и продать ее за 100. Это тебе никто не заставляет. Все, что ты делаешь, ты говоришь, close my position. То есть, продайте всю эту хрень, продайте эту страховку. Тут же продается, и тебе просто разница возвращается. Вот и все. Так что я понимаю, о чем я говорю. И не надо такие комменты писать снизу, что я неправильно... И то же самое call option, то есть, на повышение option. Ты покупаешь right to buy. То есть, например, у тебя сейчас денег нету, но ты думаешь, вот за 100 долларов я бы все купил стаки. Но у меня сейчас денег нету, их купить я через месяц куплю, да. Ну, за эту цену я не хочу больше переплачивать. И ты доллар тратишь на страховку, ну, на call, страховка call, right to buy. Это одно и то же страховка на повышение. Страховка call, то есть, call и right to buy. Это все одна хрень, то есть, это все равно. Я просто пытаюсь с английского на русский перевести, как только я могу. Вот смотрите. Вот он 100 долларов стоит. Значит, мы покупаем право на продажу, право на покупку этого стака через неделю, вот тут, да, неделя, за 100 долларов. И если вот он вот тут поднялся где-то до 110, мы можем вот это вот право, которое у нас вот тут только через 7 дней будет, да, мы можем его вот тут продать и получить эту разницу в цене. То есть, доллар мы потратили здесь, через 3 дня оно поднялось до 110. И мы можем его вот тут, вот, вот то, что вот тут заканчивается, это наша страховка, мы можем ее вот тут продать и получить разницу от 10 долларов тут. А потом вдруг она вот сюда нырнет, да, вот здесь вот, она будет 95. Тогда она уже вот эта хрень ничего не значит. Но она может еще вынырнуть, и тут ты ее можешь где-то еще что-то продать, доллар там свой обратно забрать где-то. Может она вот, вот идти, она 100, 105, ты думаешь, продать мне эту страховку или не продать? Потом раз она ныряет до 95, ты думаешь, вот блошара, бля, надо было, надо было продавать ее страховку. Потом раз она выныривает до 101, до 102, ты думаешь, бля, быстрее надо избавиться, потому что тут всего осталось 2-3 дня. Ты ее продаешь, она раз пикетирует наверх. Ты думаешь, блин, какой же я лох, блин, надо было, надо было еще немножко денек подержать. И вот этот стресс, ребята, это то, что укорачивает твою жизнь, это то, что, честно говоря, ребята, не связывайтесь, блин, живите спокойно. Если вы чувствуете, что инфляция в той стране, где вы есть, то, конечно, стаки, это один из способов, как сберечь свои деньги. Это один из способов, как не потерять то, что вы нажили непосильным трудом.